Итак, ребята, всем привет! Начинаю свой очередной влог. Сегодня еще только суббота, 16 число. Мой прошлый влог еще даже не вышел. Но он смонтирован, я его посмотрел. В общем, у меня двойственное ощущение от того, как там что получилось. Я имею в виду съемка на новую камеру полностью всего влога. Есть хорошие кадры, есть не очень хорошие кадры. Вот. В принципе, Sony, конечно, снимает влоги лучше. Там всегда все хорошие кадры, но есть некоторые кадры, снятые на новую камеру в прошлом влоге, которые вообще замечательные. И вот нормальный бы человек, конечно, вернулся бы к своему стандартному способу камеры Sony. Но я, ребята, ненормальный. Я люблю экспериментировать, пробовать все новое. И этот влог опять будет сниматься на новую камеру. Я вам больше скажу. И сохранять я его, попробую сохранить его не в Full HD, как прошлый влог, а в 4К. Вот. Такие эксперименты. Сейчас выйдет Рита. Мы с ней сходим за водичкой. А потом мы пойдем в магазин Макси. В магазин Макси, там, где раньше был Техношок, это, наверное, в Алакжане знают. Но это не тот магазин Макси, где на берегу реки. Это вот идти вдоль улицы Герцина. Вот. Что-то я еще хотел сказать важное. Да вроде все сказал. Начинается новый влог. Еще раз скажу, что я постараюсь его сделать в 4К на новую камеру. Да, опять я начну снимать панораму. Вот это еще надо было сказать. По крайней мере, пока в планах снять только одну большую. Минут на 7, на 8, может быть, даже. Научился я работать с той программой, которая сшивает. Маленькие панорамы в одну панораму. Даже добавил вот в тех панорамах. Но я специально добавил и контрастности, и яркости, и цветов. Но, ребята, хочется уже побыстрее. Хорошей погоды, яркого, солнечного лета. Вот поэтому. По-моему, получилось неплохо. Ну, ладно. Сейчас мы сначала за водичкой, а потом уже и в магазин. Итак, ребята, водички мы с Маргаритой принесли. Вспомнил я, что хотел сказать. Ведь было в голове, просто вылетело. Я на эту камеру самодельную устроил такую конструкцию, типа ветрозащиты. Надеюсь, она будет мне помогать. И еще кое-что хочу сказать. Почему я решил снимать именно, вернее, выкладывать на YouTube этот влог именно в 4К. Потому что это моя давнишняя мечта. Вы же помните, у меня есть. Хорошая камера в 4К снимает, но только со статического положения. У нее плохая стабилизация. Практически нет вообще. Камера Sony моя тоже может снимать в 4К. Но у нее тоже при этом отключается активная стабилизация. Активная стабилизация оптическая отключается только, когда снимаешь, значит, Full HD. А у этой камеры идет шикарная стабилизация. Тем более она снимает не в 4К, она снимает в 5,7К. Идет шикарная стабилизация электронная, шестиосевая, при монтаже. Так что получится, моя мечта сбудется. Полностью влог в 4К с отличной стабилизацией. Вот почему я решил это делать. И еще я понял, почему некоторые кадры в прошлом влоге были не очень удачные. Все из-за расположения камеры, из-за лишнего ее, мною, дергания. Надо все делать более-менее плавно. В общем, люблю я экспериментировать, ребята. Писали мне в комментариях, что это не очень всем интересно, твои технические вопросы. Но как иначе-то, ребята? Мы живем в современном мире. Техника приходит новая. Это часть нашей жизни. А влог – это рассказ о моей жизни. Моя жизнь как раз и связана сейчас, вот именно с этой камерой. Поэтому я буду-буду экспериментировать, буду рассказывать технические нюансы. Вот, если это кому-то не нравится, ну, как, знаете, как говорят, немножко грубо, ну, это не мои проблемы тогда, значит. Но я надеюсь, все-таки вам это нравится, вы меня будете смотреть. Я буду делать влоги свои, стараться интересными. Ну, а сейчас мы с Витойой пойдем в магазин. Да, я еще забыл сказать, мы сейчас с Витой сходили за водой, но вот как мы набираем воду, я уже, наверное, вам около ста раз показывал. Вместо этого я поставил, вот сейчас я стою на этом месте, где мы с Витой стояли, и я снял «Буллит тайм» еще один раз вместе с Маргаритой. В прошлый раз, когда я снимал его в деревне, я немножко неправильно сделал. У меня камера крутилась вокруг меня, это правильно, но она еще крутилась вокруг своей оси, поэтому там были такие артефакты небольшие, помехи. Вот, а сейчас я немножко приспособил свою селфи-палку, и камера держалась ровно относительно селфи-палки, когда она крутилась вместе с селфи-палкой над нами. Должно получиться, и вот это, наверное, этот «Буллит тайм», наверное, с музыкой какой-нибудь я ставлю, как раз вот именно после этой сцены, тоже в 4К, я вот так задумал. Ну вот и Маргарита, идем мы с ней вдоль улицы Герцена, значит, магазин «Макси», идти нам порядочно, примерно как вот мы ходим, наверное, до магазина «Десяточка», до улицы Засимовской. Главное, не перепутать название улиц. Вот, микрофон у этой камеры и так был не самый хороший, а я еще ветрозащиту поставил, поэтому постараюсь говорить погромче. Идем, идем потихонечку. Ну вот такой большой магазин «Макси» у нас тут. Совсем, кстати, не так уж и далеко получилось. Вроде мы даже, по-моему, быстрее дошли, чем ходим в магазин «Десяточка». Не знаю, буду ли я там внутри снимать. Не знаю, попробую. Ребята, какой же это шикарный магазин. По-моему, он еще лучше даже, чем тот, который возле маминого дома. Все мы купили, что нам надо было. Салатик купили, даже два. На ужин еще останется. Идем теперь домой. Все, вроде нам больше никуда не надо? Нет, вроде никуда. Ну все, ребята. Я думаю, для первой части нового влога снял я достаточно. Сейчас пойду домой смотреть, как записывает звук, самое главное, сейчас с моей ветрозащитой. Эта камера. Сохраню эту первую часть в 4К. И буду потом продолжать записывать этот влог. А на сегодня все, ребята. Давайте. Пока. До следующих дней. Пока. Итак, ребята, продолжаю я свой влог. Сегодня у нас уже воскресенье. 17 мая. Сегодня пасмурный день. Дождик вообще вот только недавно прекратился. Ну, как прогноз погоды я обещал. Но на сегодняшний день у нас с Маргаритой большие планы. Мы хотим съездить в центр. Надо посетить несколько магазинов. Сделать несколько покупок довольно важных. Вот. И несмотря на такую погоду, буду я вести влог. И, наверное, буду продолжать снимать. Начну, вернее, снимать очередные панорамы. Все-таки я решил сделать и в следующую среду тоже две панорамы. Сейчас объясню. Я хочу сделать две панорамы. Одну в 360 градусов, а в другую панораму в 180 градусов. Я, ребята, просто не знал. Такая информация была мне недоступна. Вернее, она была доступна, просто я ее не знал. Оказывается, вот то видео, помните, я снимал возле церкви? Панорама в 180 градусов. Это не совсем панорамное видео. Это видео 3D реально. И его можно, вот как оно есть, просматривать на смартфоне, вставленном в виртуальный шлем, или даже в очки виртуальной реальности, просматривать со стереоэффектом IMAX, как в кинотеатрах. В 3D получается. Причем, что самое интересное, я вот узнал для себя, я был очень удивлен. Да, виртуальные шлемы, они дорогие. Там навороты, в них можно играть в игры. Вот. А вот есть еще такая вещь, как виртуальные очки, VR-очки. Блин, они совсем недорогие, оказывается. Две-три тысячи, не долларов, рублей, ребята. Вот. И они продаются в магазинах. Правда, к ним нужен смартфон, более современный, чем у меня. Вот Honor 10 уже подойдет. Там самое главное, чтобы в смартфоне была такая функция, я забыл, как она называется, что-то там связанное с навигацией. Или компас. Вот. И тогда, значит, даже вот это видео, вот эти вот мои панорамы 360 градусов, в этих очках, с таким смартфоном, можно, наверное, как просматривать. Не надо этим пальчиком по экрану смартфона водить. Значит, смартфон вставляешь в эти очки, одеваешь, включаешь мое видео на ютубе, на смартфоне вставляешь в очки и просто вот поворачиваешь головой и видишь всю эту панораму, как будто это не я снимаю, а вы снимаете. Вы это идете и все видите. Вот как, оказывается, до чего дошла техника. Еще раз повторю, эти очки стоят 2-3 тысячи, вот самые дешевые. Ну, там идет повышение цен. Так что все это не так уж и недоступно. И поэтому я хочу снять вторую панораму в формате 180 градусов, в формате 3D, стерео. Вот буду выбирать для этого такие. Там, знаете, надо, чтобы что-нибудь в камеру летело, допустим, птица или еще что-нибудь. Вот постараюсь выпустить в следующую среду одну панораму 360 градусов, другую, значит, 180 в 3D. Ну, ладно. Пойдем мы сейчас с Маргаритой в центр и начну я и влог снимать, и, значит, сцены для моих двух будущих. Панорам. Вот. Ну, а возле Маргарита мы сейчас с ней идем на автобус, не пойдем мы пешком в центр города, хотя обычно мы пешком ходим. Но сегодня довольно погода такая, не располагающая к дальним пешим прогулкам. Вот. Ну, в общем, мы сейчас, видите, доехали назад с моего автобуса до остановки областная библиотека. Сейчас пойдем, значит, к центральному рынку. Не знаю, может, я сейчас прямо и начну снимать панорамку пока в 360 градусов. Так, ребята, находимся мы здесь, в центре, но универмаг, сумм закрыт. Может, и рынок закрыт. Арида хотела посетить эти два торговых места. Но я зато здесь сейчас прошелся, снял панорамку. С одной стороны, значит, универмаг, с другой стороны, вот этот вот ВТВ банк, по-моему, может, нет, не знаю. Или нет, там банк был этого, Газпрома, раньше, не знаю. Но должна получиться хорошая панорамка. Пойдем, посмотрим, рынок, наверное, закрыт. Итак, ребята, зашли мы на... Да, универмаг не работает, зашли мы на рынок. Рынок работает как бы на 50%. Уличная торговля вокруг рынка. Ее нет, ну, почти нет. А внутри павильона работает только первый этаж, там, где продукты. А второй этаж, где, значит, одежда, всякие другие товары, он закрыт. Вот, и мы сейчас с Ритой хотим еще сходить, тут не так далеко, на старый рынок. Мы там всегда мед покупаем. Вот, меду надо купить еще. Да, ребята, старый рынок тоже закрыт. Сейчас мы тут зайдем в один магазинчик. Меду, значит, купим потом, попозже. Ну, не все магазины, конечно, в центре закрыты. Нашли мы один магазин, который нам был нужен. Вот, непродовольственные именно. Рынки, да, закрытые. Вот насчет меда мы еще хотели здесь купить. Но самое интересное, то место, вот, этот магазинчик с медом, где мы всегда покупали на старом рынке, он переехал на улицу Рабочая. Волокжане должны знать, это совсем рядом с нами. Так что мед будем там у них покупать. Вот, там, где раньше был магазин Континент, теперь там мини-рынок. Вот, они там, у них, кстати, хороший мед. Получается, я делаю рекламу. Снял я несколько панорамок, потом их соединю. Должно получиться, по-моему, даже в такую погоду интересно и красиво. Вот, сейчас Рита там в этом магазине покупает себе кое-что чисто женское. Я вышел покурить. Вот. Ну, ладно, на счет магазинов, в общем, тут тоже напряженка в центре. Будем ждать, когда снимут ограничения по карантину. Не все, что мы хотели мы... Не все, что хотели мы купить в центре, мы купили. Вот. А сейчас, знаете, что хотим? Еще просто чисто проверить. Вот тут наша пирожковая, сегодня прохладненько. А работает ли она? Сейчас дойдем до нее. Глянем. Ребята, а как хорошо, что сегодня рынок на улице, значит, нет торговли. Мы сейчас с Ритой пережидали такой дождь мощный с градом в одной из пустующих палаток. Как раз. Вот. В этом смысле нам повезло. А сейчас мы, ребята, знаете, куда идем? Мы идем в магазин Макси здесь, в самом центре. Дело в том, что вчера, когда мы были в Макси, там у нас, я приобрел первую в своей жизни скидочную карту. Никогда их не брал. Вот. Карту Макси. Я вечером заполнил, вернее, сегодня утром заполнил там анкету. Теперь мне надо ее активировать. Вот. Так что идем в Макси. Здесь, в центре города. Ну все, ребята, да, активировал я карту вот в этом магазине супермаркет Макси. здесь, в центре города. Теперь у меня скидок. Первая покупка уже со скидочкой 5%. Никогда я этим не занимался, но... Вот все-таки Макси, магазин, универмаг. А, супермаркет тут написано. Я теперь уважаю. А мы сейчас, ребята, знаете, куда идем? Мы идем сейчас через мостик, вернее, мостик, через речку Золотуха. У нас есть такая интересная река с довольно смешным названием. Я вам про нее рассказывал. Я там хочу снять, начать, вернее, снимать панораму в 3D, если у меня получится. Там всегда очень много птиц летает, там кормят люди уток, голубей. И вот, значит, если получится, по крайней мере, задумка такая, полет этих птиц там вокруг камеры и снимать это в 3D, может с эффектом получится именно стерео. 0, 0, это фентеок Ну ладно, ребята, покормили мы немножко В основном голубей Утки одни селезни Наверное, уточки сидят на... В общем, высиживают своих птенцов А селезни все такие сытые, довольные Им кидаешь хлеб, они... Ноль внимания, фунт презрения или как там В общем, игнорировали нас сегодня эти селезни Немножко я их пытался снять Но я, ребята, снял... Не знаю я, как это получится Значит, когда кормил Рита голубей Я тоже немножко кормил Я еще так немножко вспугнул их Чтобы они так полетели на камеру Вот, чтобы создался стереоэффект Вот И эта панорамка здесь будет, значит Это первая часть будет панорамки Которая... Я еще раз скажу У меня будет две панорамы Одна 360 градусов Другая 180 3D Со стереоэффектом Вот Ну, а сейчас мы, наверное, пойдем Светой домой Сейчас пройдем по этому мосту Через речку Золотуха Сниму я еще Когда будем идти по этому мосту Панорамку 360 Кусочек небольшой И потом мы пойдем домой А, наверное, на этом, ребята, буду я заканчивать эту часть Потому что она большая получится Ждите В среду, значит, опять будет две панорамы 360 И 183D Стерео Давайте пока до следующих дней Пока Итак, ребята, сегодня у нас Какой день недели? А, вторник сегодня 19 мая Я продолжаю свой влог И я, наверное, его сейчас буду заканчивать, ребята Знаете, на это есть Две причины Ну, первая причина, потому что он уже довольно Нормальный по продолжительности, этот влог Ну, а вторая причина, вы, наверное, сами видите У нас совсем плохая погода Как-то мне не хочется в такую погоду Снимать Своё видео, которое я хотел сделать Красивым В 4К Вот Но прежде чем, значит, закончить Я хочу вам кое-что еще сказать Опять технический вопрос Опять меня будете ругать Вот Ну, не все меня за это ругают И слава Богу Дело в том, что я, наконец-то Вот уже Вторая неделя Как я приобрел эту камеру И только сейчас до меня дошло Настоящее предназначение этой камеры, ребята Вот эти все фишечки И даже панорамы 360 градусов Это, конечно, все круто Все интересно Но это как бы побочные Функции этой камеры Основная ее задача И фишка этой камеры И уникальность этой камеры Что она очень хорошо снимает именно 3D Именно в 180 Именно в стерео Со стереоэффектом И чтобы смотреть это Дома Я приобрел себе новый смартфон Во-первых Который поддерживает просмотр VR 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 Видео И на YouTube И с камеры с этой Ну и приобрел себе еще Очки виртуальной реальности За 2500 Вот Представляете Мы с Ритой поедем Я надеюсь, когда-нибудь Все-таки поедем Мы на море Наснимаем там стерео-видео Чисто для себя И будем дома смотреть И наслаждаться Значит, морем Как волны нахлынувают на нас Как будто вот это мы Как будто мы Вот Такой эффект присутствия будет Раз уж такая камера есть Значит, надо так и делать Вот идет дождик Падают капельки По-моему, даже на линзы Ладно Что еще Хочу сказать В этой заключительной В этом заключитель В этой заключительной части Сейчас я проводил стрим И один из моих Ой, капельки Сколько накапало Ладно, извините Извините, ребята Приходится прям вот так Вытирать объектив Не знаю, что там будет С картинкой Но, в принципе, у меня там есть Еще одна камера С другой стороны Может, разверну при монтаже Так вот Сейчас я проводил стрим И один из моих Зрителей Постоянных подписчиков Виктор, привет тебе Попросил меня Я показал им новый свой телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro И он попросил меня Показать, как Снимает видео Эта камера Вот А там много режимов В этой камере Для снятия видео А так как я этот ролик Собираюсь сделать В 4К Здесь тоже есть режим В 4К И я сделаю Значит, тоже Небольшую сценку Когда буду Обратно идти Из магазина И этой сценкой Будет заканчиваться Мой влог Полностью Вот, ребята Извините Что я не каждый день Сегодня же говорю Только Вторник А я уже заканчиваю Свой влог Ну, причины Я вам объяснил Давайте, ребята Пока До следующих влогов В среду ждите Выйдут две панорамы Панорамки я еще Немножко поснимаю Еще там Надо кое-что снять Вот, в среду Выйдут две панорамы 3D и 360 градусов А во влоге Я с вами расстаюсь До следующего воскресенья Давайте Пока Пока Камеру совсем дождь Не залил Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok